Привет всем ребят! Сегодня мы с вами рассмотрим очередную приставку от Beelink В данном случае это такая недоделка, я бы ее назвал Beelink A1 Поставляется в таких красивых коробочках Много рекламки на нее сделали разные люди Плохого обзора я почему-то не нашел, думал она реально хорошая Но далеко все не так, как казалось Питание идет в комплекте вот такое, 5 вольт 2 ампера, сразу европейское Сама приставка весит всего-навсего 96 граммов Беря такое в руки, сразу думаешь, скорее всего оно будет греться Ну где-то так оно и есть Красивые там коробочки, HDMI кабели, все разрисовано Пультик в комплекте Подача довольно-таки неплохая товара Пульт в принципе стандартный, можно запрограммировать И телевизором одновременно управлять, гироскопа нету Ну на этом в принципе все хорошее заканчивается Процессор 3328 ROC-чип Четырехъядерный до полтора гигагерца HDMI 2.0 4 гигабайта оперативки сюда всунули Зачем, это мне непонятно Ну я думаю, можно только догадываться Просто, чтобы стали брать Аж 4 оперативки, 16 встроенные То есть 4 на 16 таких я еще приставок не видел Wi-Fi 2.4 плюс 5.8 1000 мегабит LAN Bluetooth 4.0 Сама приставочка Логотип, новый Beelink Антенка вот такая вот Если вам видно, надеюсь, что видно Спереди экран, который при работе И при перегреве приставки Почему-то периодически тухнет И пропадает отсюда время Показывает только лишь время Карта памяти вставляется Один USB 3 синеньким разрисован Обычный USB 2 Питание AV-выход RJ45 HDMI Больше ничего нет Внизу вентиляционное отверстие Ну и такие вот Подобие ножек Скотч Типа двухсторонний Что-то такое Абсолютно сырое программное обеспечение У приставки Плееры MX Player Pro И все остальные сторонние Работают очень плохо с видео Практически ничего не показывает Игры Тот же Асфальт На взлет И многие другие Здесь не запускаются Дальше заставки не идет И приставка в принципе подвисает То есть Очень много чего не доработано Самое первое Это охлаждение И потом Очень сырой Седьмой Android Зачем была выпущена эта приставка Мне непонятно Еще и по такой цене 70 долларов на старт Сейчас она там падает Немножко Наверное в районе 60 Брать ее пока Что я категорически Не рекомендую Должна выйти как минимум Какая-то другая ревизия Где сначала наладят Не просто программное обеспечение А наладят железо То есть охлаждение Вот этой малявки Ее нужно было Для такого размера Это сделать металлическую С пластиной От процессора И переходом На эту металлическую основу Этот пластик Абсолютно ни от чего Не спасает Постоянно она переходит В троттлинг При более-менее Каких-то задачах Просмотре видео И так далее До 80-82 градусов Нагревается В простое Может там 70 Учитывая Что сейчас уже Зима на дворе Практически Холодно Что же будет летом Вообще непонятно Или если вы поставите его Где-то там К телевизору Который тоже тепленький То есть смотрите дальше Ну Пока Смотреть даже на нее Не стоит В плане покупки То есть Хочу вас отговорить сразу Видите Отображается Время вот так вот Светится Беленьким цветом Маленькая она очень Вот такой вот Имеет рабочий стол Температура процессора Сразу же начинает Как-то непонятно Скакать 46 50 И так далее 4 ядра От 0 до 1,5 Молит 450 Вот видите CPU-Z Не отвечает Какие-то странные Подвисания Во многих проблемах В программах Так 4 гигабайта Оперативки 16 встроенной Доступна 11,8 К чему здесь 4 гигабайта Оперативки Я вообще не представляю Тут Из разряда того Что у нас осталось Со старых приставок То мы сюда и прилепили Так оно и получается Смотрим дальше Antutu конечно же Идет с большими тормозами Сама приставка Первая Которую я вижу Из нормальных производителей Не центрируется По монитору Видите Какие большие зазоры 1920 на 1080 Тянет Ну сами видите как Ну вот вы видите За счет 4 гигабайт Оперативки И проца Набрало почти 34000 Это абсолютно Ничего не означает Хорошего в этой приставке Мало Программное обеспечение Абсолютно сырое Как я ее только Распечатал Обновилась Один раз Прошивка автоматически С этим У Белинка Все в порядке Конечно я думал Что приставка Будет получше Качеством Все таки Белинк фирма Хорошая Но к сожалению Здесь они Выпустили что-то Очень сырое Очень маленькое И к тому же Работает оно Очень плохо По крайней мере Пока А ждать месяцы В ожидании Чуда Допиленной Проширки И так далее Ну тут боюсь Дело не только В проширке А еще в том Что Охлаждение Там не продумано Вообще Ну давайте К примеру Посмотрим Что происходит С асфальтом Вы его запускаете И вот На этой графе Вся работа С асфальтом Вся игра Заканчивается Больше Он не запустится И поиграть Мы в него Не сможем Удалось запустить Здесь Реал Рейсинг 3 Из таких гонок Остальное Не удалось То есть Игры Идут Очень плохо Либо не запускаются Вообще Ну и все Вот так вот Зависла Вся приставка По моему Уже зависла Спустя там Несколько секунд Она полностью Зависает Вот Еще пока Удается ее выгрузить Зависает полностью И уже потом Ничего не сделаешь Кроме как Hard Dress Вообще Рабочий стол Делаем прикольно Наконец-то Все вот эти вот Кнопочки На рабочем столе Работает Перейти Вай-фай Пожалуйста Переходите Блютуз Пожалуйста Хранилище Что хотите Все нажимаете Все это работает Ну только выключение Как всегда Тот же Таникс TX3 Mini Мы с вами смотрели Работать не захотел Звук Переходит Придется вам Вручную Подкручивать Зум Вот так вот Вот вы сами Можете увидеть Казалось бы Что делается Просто устанавливается Приложение Температура Во время установки Доходит До 80 градусов Сейчас вот Установилась Стало 67 Видите При просмотре Того же HD Video Box Pro Температура Гуляет Тоже В районе 70 градусов Это явный перебор Приставка Тепленькая Довольно таки Но если вы будете Просто смотреть Какое-то даже Видео Она начнет Греться А если Это будет Лето То я подозреваю Она сразу Будет за 80 Уходить у вас При включении MX Player Pro Температура Только что Дошла до 80 Градусов Прогружает он Просто Видео На карте памяти Видите Очень тужится 78 75 Давайте Дадим ему 20 секунд Пускай он их Подгрузит Сами картинки Первоначальные Меня поражает Конечно Как можно Выпустить Такую приставку Недоработанную Пустить ее В мир Еще и по цене 60-70 долларов И ждать В той надежде Что тот Кто его купит Не вернет ее Назад А смирится С этим И будет ждать Какого-то чуда Чудо Вряд ли произойдет Тут нужно Существенно Перерабатывать Систему охлаждения Ну а Программное Обеспечение Может что-то И улучшиться Поехали Сами видите Что Пошло Но Недалеко С таким Видео Все понятно Смотреть Вы его Не сможете Давайте Дальше 85 Уже Можно Нести Уже Яйца Будем Жарить Сейчас С вами Яичность Наверное На нем Это видео Тоже идет Рыбками 87 Только что Увидел Все То же Самое Кстати Обратите Внимание Куда Пропал Наше Время Наша Подсветка Экрана Где-то Она Исчезла Видать С такой Многозадачностью Проигрывать Видео Одновременно Подсветивать Время Не справляется Приставка Бакс Бани Слава Богу Посмотреть Сможете Но Тоже В пределах 72 Тире 78 Градусов Вы Будете Смотреть То же Самое Видео Которое Идет На Любой Самой Дешевой Приставки Видите Здесь Вызывает У него Подрагивание И 74 75 Меньше Не опускается 78 Явно Уходит В троттлинг Чтобы Остыть Автоматом Не хочет Воспроизводить Следующее Видео Приходится Его Подталкивать Здесь Все Более Нормально Нормально Такие Мультики В хорошем Качестве Видите Тоже Ему Не очень Нравится 76 75 Меньше Не Опускаются Миньше Не Нормально Крутить Еще Сейчас Кое Что Проверим Ну Тут Что Показывает Тоже 75 Но Это Ненормально Для таких Приставок Абсолютно Ненормально Медузы Медузы Даже На 250 Мегабит Видите Двигаться Не хотят Более-менее Нормально 70 73 Градуса И Перематывает Неплохо Дохленько Вот Прогрузился Один Кадр Но Дальше Дело Не Идет 80 Градусов А Ну Музыку Послушаем Наверное Немножко О Даже Начал Грести Ну Здесь Все Понятно Хорошего Ничего Не Будет В П Работает Но С Очень Большими Тормозами Звук Где-то Потерялся Отдельно Идет От Видео Так Ну Что У Нас Пошло Плохо Или Вообще Не Пошло Давайте Проверим Как Вариант Звук Не Звук Все Равно Убегает Так 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 Последние Вот Это Вот Видеоплеером Давайте Получше Да Как я и думал Заточен Именно Встроенный Видеоплеер Под Декодирование Видео Получше Чем Все Остальное Стало Получше Но Видите Звук Улетает И Подтормаживает Само Видео То есть Смотреть Тоже Невозможно У Тачки Очень Даже Ничего Повели Себе Именно В Стандартном Плеере Ну Температура От Этого Лучше Не Стало Очень Сырая Прошивка Ребят Видите Под Хорошее Видео Заточен Именно Встроенный Видеоплеер MX Плеер И Другие Скорее Сего Здесь Хорошо Себя Не Поведут Температура Высокая Довольно Таки Держится И Не Спадает При Просмотре Видео Ну Что Какой Я Вижу Выход Смотреть Только Встроенным Плеером По крайней Мере Пока Тогда Более Менее Наладится Абсолютно Сырое Программное Обеспечение Многие Игры Программы Видите Несовместимы С данной Прошивкой Приставки До сих Пор Часики Что-то Не Заработали С Всем Это Связано То ли Они Уже Отработали Нет При Перезагрузке Включились Вот Так Вот Ребят Тут Решать Вам Тратить 60 Или 70 Долларов На Такое Я Думаю Это Будет Очень Большая Глупость Продолжение следует